Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Транспортный секвестр. Зачем мэрия сокращает маршруты общественного транспорта? Варяги Михаила Исаева. Почему саратовский бизнес бежит от местных проектов? Коронавирус. Готов ли регион отразить новый вызов человечеству? 7783 заболевших, 170 умерших, 133 исцелившихся пациента. Такова тревожная статистика эпидемии коронавируса, вспыхнувшей в декабре в Китае. Основное число заболевших фиксируют именно в Поднебесной. Тем не менее, вирус охватывает все большее число стран и континентов. В России, к счастью, пока пациентов с коронавирусом нет. К проникновению инфекции готовится. Создан специальный штаб на федеральном уровне. Аналогичные структуры появятся и в регионах. Закрывается граница с Китаем на Дальнем Востоке. До минимума сокращено железнодорожное сообщение. Тем не менее, эксперты считают, что до нашей страны вирус доберется. Даже называются примерные сроки. Начало или середина февраля. Саратовцам тоже расслабляться не стоит, хоть и прямого контакта с Китаем у нас нет. Тысячи жителей региона регулярно бывают в столице, но о Москву ежегодно посещают порядка 800 тысяч туристов из Поднебесной. Кто не в курсе, это примерно столько, сколько сейчас живет в нашем с вами городе. Насколько готов регион к отражению вирусной атаки? Что мы знаем о новой опасности? Можно ли от нее защититься? Страшная вещь, но нужно постараться принять меры, может быть. Так как мы студенты, много товарищей, не боитесь вообще заболеть? Страшная вещь, но нужно постараться принять меры, может быть. Так как мы студенты, много товарищей из Китая, даже вот они сейчас не могут сюда прилететь, поэтому надо быть на стороже, но не знаю, надеемся, что до нас не дойдет. Конечно, страшновато. Какие-то меры защиты должны быть. А не было вообще мысли отменить поездку в связи с тем, что сейчас вот? Пока нет. Меры предосторожности должны быть в такой ситуации? Я думаю, что сейчас вот именно по прилету будет большое количество людей в масках, чтобы как-то постараться защитить себя. У нас всякий случай тоже, чтобы я взял маски. То есть есть у вас с собой маски, да? Да, да, я прилечу, одену. Опасно сегодня прилететь, не опасно? Какими мыслями, может быть, летите? По этому поводу никаких мыслей. Ну, самолеты тоже падают, поезда взрываются. Самолеты падают, поезда взрываются, эпидемии случаются. В Саратове коронавирусный гром пока не грянул, а потому пассажиры аэропорта Гагарин, через который китайская зараза может залететь в наш регион, обеспокоены лишь слегка. Масок на лицах сотрудников аэропорта пока не наблюдаются. Специалистов с тепловизорами мы тоже не увидели. Хотя в региональном управлении Роспотребнадзора нас заверили, что все указания сотрудникам воздушных ворот Саратова даны, и ситуация под контролем. Прямого сообщения между Китайской Народной Республикой и аэропортом Гагарин в настоящее время не существует. В целях профилактики риска завоза на территорию во все службы наши государственные контрольные длинные рекомендации о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Маски – это средства обработки рук, это средства личной гигиены, чтобы они были в наличии в тех, кто осуществляет этот досмотр как пассажиров, так и грузов. Еще вчера такое можно было увидеть только в кино. Сегодня это уже реальность. Более 15 городов китайской провинции Хубей с населением около 50 миллионов человек закрыты на карантин. Повсюду блокпосты и военные в масках. Подозрение на то, что китайский коронавирус пробрался-таки в Саратов, заставило на днях поволноваться и наших специалистов, когда из Китая вернулась студентка Саратовской консерватории. Прилетев из Москвы, рассказал нам ректор Саратовской консерватории Александр Занорин, она почувствовала недомогание и была обследована в одной из городских клиник. Одна студентка, Диана Жуансиа, которая уже по прибытии сюда, в Саратов, почувствовала недомогание и обратилась в соответствующее лечебное учреждение. У нее установили первоначально ОРВИ, соответственно, но в рамках безопасности был проведен соответствующий мониторинг, который не выявил у нее вот этот вот новый коронавирус. Безусловно, они осознают меру ответственности определенную, очень дисциплинированные люди. Кто приезжает, они проходят дополнительно и в Москве, и здесь у нас в Саратове осмотр. У нас есть несколько комнат, это где они проходят карантин, приходит, соответственно, врач из лечебного учреждения и наш врач, который в консерватории проводит этот осмотр с медсестрой, и, соответственно, после этого мы принимаем решение. То есть и сами же ребята, если чувствуют какое-то недомогание, они как бы немедленно ставят нас в известность. Пожалуй, консерватория сегодня то место в Саратове, где чаще всего можно встретить жителей Поднебесной. Около ста студентов из Китая проходят здесь обучение. 40 из них находятся сейчас дома на каникулах. В связи со сложившейся ситуацией график их возвращения в ВУЗ был изменен. 30 человек из данных ребят учатся на подфаке, на подкурсе, то есть это не основные программы, поэтому мы приняли решение изменить график учебного процесса. Поэтому для 30 человек каникулы продлены, они будут находиться сейчас у себя на родине в Китае. Чуть больше 30 китайцев являются студентами и классического университета. Однако, рассказал нам проректор по международной деятельности СГУ Дмитрий Конаков, на каникулы домой из них никто не поехал. По информации от студентов, на каникулы они не планируют выезжать в Китай обратно, планируют посетить города России. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, кто-то в Пензу собрался. И все они у нас под постоянным контролем. Что касается проявлений китайской хвори, то они, по словам медиков, идентичны классическим проявлениям ОРВИ или гриппа. Однако главный симптом у заболевших – очень высокая температура, отдышка и кашель. Определить коронавирус, рассказал нам завкафедра инфекционных болезней Медицинского университета Андрей Шульдяков, можно только в лабораторных условиях. Инкубационный период инфекции – около двух недель, а потому заразиться можно от человека без каких-либо клинических проявлений. Существенно менее патогенен по имеющейся на текущий период информации по количеству летальных случаев. Мы уже озвучили, что 30% ближневосточный, порядка 10-2003 год. И в этом году средняя цифра подается 3-5%, значительно нижняя смертность. Ну а темпы распространения с тех пор, как первые вспышки были в Китае, мы знаем, что количество только паспортов зарубежных в Китае за это время выдано сотни миллионов, поэтому циркуляция китайских только туристов значительно увеличилась, и товаров, и так далее. Поэтому распространение в этот раз идет существенно более быстрыми темпами, но, по счастью, все-таки вирус передается при близком контакте. Уже были эпизоды, когда люди перелетались с континента на континент, и находились в самолете часами, собственно. Это самый близкий контакт, туалет, соседи по креслам. Ну и единичные случаи пока и в Соединенных Штатах, и в каких-то других странах, а в самолете 300, 400, 500 человек. И таких транспортных единиц уже по меру переместилось много, но вспышка лавинообразная в мире не распространяется. Элементарные меры гигиены, элементарные методы ограничения передачи вируса, они все-таки спасают. И это спасает от нас от вот такого бурного развития эпидемии. В областном Минздраве нас заверили, что медики региона готовы к отражению грозного китайского вируса. В сегодняшний день у нас были два случая госпитализации лиц с явлением ОРВИ. Диагноз коронавируса не подтвержден, полная диагностика выполнена. Однако настороженность медицинских работников позволила это сделать своевременно. Сеть медицинских организаций у нас достаточно широкая на территории области. Достаточное количество коек инфекционного профиля. Мы не застрахованы, что кто-то может прибыть в туристической поездке, у кого-то это деловые какие-то контакты. При любом случае ОРВИ в обязательном порядке будут задаваться вопросы относительно возможного пребывания в течение 14 дней давности на территории Китая. Тем не менее, коронавирус сумел просочиться сквозь китайский карантин и отметился уже в 20 странах. Около 5000 российских туристов, которые находятся сегодня в Китае, вывезут на родину до 4 февраля. А тем, кто собирался ехать в Китай, но передумал, сообщил нам по телефону председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма при торгово-промышленной палате Дмитрий Анпилогов, деньги вернут в полном объеме. Проблема у нас была с одной туристкой. Купила тур. Вот вылет должен был быть 27 января. Мы сейчас обязаны вернуть все деньги. Ждем возврата туроператора, потом зеркально вернем все туристу. В частном случае ко мне обращаются мои друзья. Есть проблема с возвратом. Есть проблема, кто-то купил сами на агрегаторах билетов в Китай к родственникам. Тоже вернуть деньги не могут. До этого, честно, Китай у нас не пользовался особым спросом. От путешествий в Поднебесную эксперты сегодня настоятельно рекомендуют отказаться. А вот вероятность получить смертельную бандероль по почте практически равна нулю. Вирус вне живого организма быстро погибает. Так что интернет-шоппинг отменять не стоит. А вот в аптеку за противовирусными специалисты советуют не ходить. Пока ни в одной стране не существует протокол введения больных, где бы в лечение больного был включен противовирусный препарат. Больных будут лечить, проводить искусственную вентиляцию легких, назначать какие-то вспомогательные средства при необходимости антибиотики. Еще реаниматологи, у них целый ряд средств поддержания жизненно важных функций организма. Но вот средств, которые подавляют вирус, именно этот на современном этапе, с доказанной, подчеркиваю, эффективностью, нет. Вакцины от нового вируса пока нет, хотя работы по ее созданию идут полным ходом. Пока же верный способ обезопасить себя от коварной китайской заразы и пренебрегать обычной профилактикой ОРВИ. Мыть руки, не ходить в толпе и создавать панику. А из информации в СМИ стараться извлекать только конструктив. В Саратове снова разгораются транспортные страсти. Жители города возмущены решением мэрии закрыть три автобусных маршрута. Чиновники утверждают, их инициатива никак не ухудшит положение горожан. Ликвидируемые маршрутки заменят автобусами большой вместимости. Пассажиры против. Они не желают пересаживаться в старые, грязные и еле ползущие по дорогам корыто. Здесь никаких кардинальных улучшений людям не предлагают. Оттого народ собирает подписи в интернете и атакует инстаграм мэра. Этот разговор не обязательно слышать и так понятно. Скоро поедете в магазин забежать? Успею до отъезда? В этот раз да. Но возможно, 94 маршрутка, крытый рынок юбилейный, больше здесь не остановится. Да и вообще дальше не поедет. Водителя этого автобуса больше беспокоит разрешение на съемку, чем его собственная судьба. Вы знаете, что маршрут закрывает? Да, опять закрыт. Вы знаете, где дальше работать будете? Или куда-то уйдете? Есть, работа где-то внутри. В этом месте укрытого рынка останавливается маленький 94-й и тяжеловесый пассажироперевозок 2D и 2K. Маршрутка, судя по табличке на борту, практически полностью их дублирует. За исключением одного пункта на пути следования. Пассажиры же считают это обстоятельство самым важным для сохранения. Единственная маршрутка, которая вообще ездит по улице Вольской, и люди, которые там живут, они, получается, будут отрезаны от возможности ехать к себе домой. Я считаю, что этот маршрут не нужно закрывать, потому что, ну, больше другой альтернативы нет. По Вольской она одна единственная ездит, и я не знаю, я думаю, что это будет трагедия для населения. Более масштабно возмущение выплеснулось в сети интернет. По страницам гуляет ссылка на петицию за сохранение жизни 94-й маршрутки. Конечная в юбилейном, как и сам район, это избирательный округ депутата муниципального уровня Александра Янкловича. Он, побывавший в горячих точках Героя России, и здесь собирается вступить в бой с администрацией города. Вчера подготовили обращение по поводу того, чтобы его не закрывать. Во-первых, его закрытие надо упаснить, как оно происходило. Ведь открыть маршрут и закрыть маршрут без меня общественности нельзя. Как это происходило вообще? Почему никого не спросили? Почему не спросили депутатов? Вопрос очень простой. У меня он стоит сейчас, и я его на ближайшем комиссии задам. Задам жестко. Я думаю, что мы мнение жителей отстоим. Понимаете, одно что-то делают, другое вот закрывают. Вот вроде бы только порадовались, что у нас продлили 2Д, и ездят в большое количество, ездят, особенно дачников туда. Востребованность была, и закрыли. Сейчас открыли, слава богу. Следно закрывая 94-й. Ну, непонятная позиция Дорожного комитета нашел. Репрессии коснулись и еще одно направление. Среди бесконечно снующих маршруток на привокзальной площади нетрудно найти 48-й. Первая половина дня. Наполняемость так себе. Водитель Саидулан Абеев за рулем 12 лет. Из них год на этом направлении. Говорит, здесь практически нет обычных пассажиров. Большинство – пациенты областной клинической больницы в Смирновском ущелье. Нам обещали его 29-го, крайний день. Обещали. Но пока оставили. Потому что народ ездит основной отсюда, до областной больницы. Основной. Приезжает с района, ездит. Какое-то еще подобное направление ходит маршрут? То есть он дублируется? Или он один? Один. Только до областного отсюда именно с вокзала один. Больше нет. То есть не дублируется больше? Нет. То есть пока судьба этого направления тоже неизвестна. Если предположить, что его закрывают в угоду наполняемости больших автобусов, то это явно не так. Ведь по словам водителя, 48-й никого не дублирует. Хотя рядом тот же 54-й сверкает объявлением, где красным по желтому написано по маршруту второго троллейбуса. Однако жертвой оптимизации выбран не он. В Снежной Каше на Третьей Дачной смешалось все. Люди, трамваи и бесконечное количество автобусов малой вместимости. Эдакий маршруточный анклав. Многие из них едут в отдаленные районы. По Ливановку и поселок Жасминный. Нам интересен 85-й. Очередная жертва оптимизации. Судя по фото в интернете, на нем работают старые пазики. По внешним признакам и номеру их на площади Ленина обнаружить так и не удалось. Во всем этом хаосе не могут разобраться и сами пассажиры. К примеру, на автобусной остановке висит расписание. Но это график движения трамваев. Как говорят горожане, во всем Саратове непонятно, как куда добраться. Даже вообще неизвестно, какой транспорт здесь останавливается. Вечером ходишь, ищешь, где какой-то маршрут стоит. А объявлений никаких нет, где какой маршрут. А время для вас важно знать, когда прибудет? Это тоже важно, да. Поэтому многие определяют время прибытия старинным проверенным способом. Пока в Саратове есть единственный вид транспорта, о приближении которого можно узнать без дополнительного электронного табло или расписания. Это троллейбус. Для этого достаточно только посмотреть на провода. Если они раскачиваются, значит скоро он подъедет к остановке. Хотя на недавнем экономическом форуме прошла презентация так называемой «умной остановки», подобное новшество может существовать только в том случае, когда во всех муниципальных маршрутах наведен порядок. Здесь можно посмотреть расписание передвижения транспорта, посмотреть, что находится вблизи данного места, спланировать время передвижения, ну и многие другие такие информациональные возможности, в том числе с привязкой с мобильными приложениями. Когда у нас такие вещи? Толго Сандровича, вопрос. На самом деле мы с ними прорабатывали в том году, когда появились. Как только мы сейчас соглашение с углубленной партизой, на следующий год увидим? Я думаю, да. Но пока на городских дорогах и сам остановочный павильон зачастую редкость, а ведь все нововведения, в том числе оптимизация маршрутов, должны быть прописаны в транспортной схеме. Деньги за нее оплачены, но готовый документ свет так и не увидел. Мэрия ситуацию не комментирует. Пока у нас не получается, к сожалению, вам дать комментарии. То есть вообще не будет комментариев? Пока не получается. Судя по начавшемуся сокращению сразу трех маршрутов, делаться это должно исходя из рекомендаций разработчиков транспортной схемы. Но пока они начнут выполняться в полном объеме, с дорог медленно исчезнут те маршруты, кого губительно дублируют. Саратовские чиновники выразили вотом недоверие местному бизнесу. В январе делегация из региона отправилась в Волгоград искать потенциальных подрядчиков на крупные инфраструктурные проекты. Поездка Михаила Исаева и зампреда правительства Романа Бусаргина наделала много шума. В интернете появились призывы к чиновникам извиниться перед предпринимателями и в целом изменить подход к государственно-частному партнерству. Идея мэра искать варягов на стороне удивила и спикера Госдумы Вячеслава Володина. На презентации проекта по ремонту тротуаров выяснилось, для проведения работ требуется всего-то порядка 300 человек. Но именно их и отправились искать в Волгоград. Сам Михаил Исаев, среди прочего, объяснял инициативу нежеланием саратовского бизнеса участвовать в реализации местных инициатив. Когда мы начали заниматься обновлением сквера Радищева, у нас никто не вышел. Когда мы говорим про проспект Кирова, у нас вышел один игрок. И, конечно, в том объеме реконструкции, строительства, который на территории города в 2020 году планируется, нам необходимы дополнительные силы. Что не так с саратовским бизнесом? Почему предприниматели даже в условиях кризиса не спешат осваивать средства, уже заложенные в проекты? Почему инвесторы бегут из региона, где, по признанию самих представителей сообщества, нет нормальных условий для ведения бизнеса, нет контрактов и отсутствует нормальное отношение к себе? Власть не выполняет своих обещаний, не платит вовремя по контрактам. В ряде случаев просит некие откаты за участие в этих контрактах. Постоянно придирается к работе подрядчиков, всевозможные проверяющие, контролирующие органы. И в таких условиях бизнес просто не доверяет нашей власти. И власть не может, наверное, наших саратовских бизнесменов позвать на наши саратовские объекты. Но нужно, видимо, как-то договориться между собой, что власть будет помогать бизнесу. Если вот так не поступить, то высокая вероятность, что мэр будет ездить там через год-два по соседним городам и звать просто жителей других городов пожить у нас в Саратове. Ну а если серьезно, то городская власть на практике как раз показывает, что не умеет она договариваться с местным бизнесом. Вот, к примеру, в случае с саратовским предпринимателем Михаилом Волковым, который, узнав, что на новом проспекте не предусмотрен автополив зеленых насаждений, предложил свои услуги, но столкнулся с бумажной волокитой. Мы большую часть работ провели в этом направлении. И сейчас мы идем по довольно длинному такому административному пути. Мы занимаемся оформлением проектов. Проекты на подключение, проекты на весь автополив. Поскольку город попросил сдать ему все с полноценной документацией. Поэтому, как бы, такая немножко странная ситуация, мы у города согласовываем с городом им его подарок. Вот, поэтому сейчас вот документы находятся в водоканале. И надеемся, что вот на следующей неделе будет выдано разрешение на врезку этого автополива в магистральную трубу. Надеюсь, что после этого мы продвинемся дальше, вот, из документов больше конкретики. Дмитрий Дулепин, руководитель строительной компании «Система». Это как раз та единственная компания, которая решилась на реконструкцию проспекта. Отсутствие конкуренции чиновники тогда объясняли нерентабельностью проекта. Сейчас гендиректор солидарен с мэром в вопросе поиска варягов в соседних регионах. На дороге выделяются колоссальные деньги. Они в два раза больше, чем в том году. И фактически все крупные предприятия, они будут задействованы на дорогах. Поэтому есть вероятность, что на тротуары никто не выйдет на аукцион. Поэтому они перестраховываются и делают не то, что как бы там мы работать не хотим или кто-то. Это просто спецработы специализированные. И очень большие будут объемы в области именно на дорожных работах. А тротуары, это получается такая не очень интересная история для крупных дорожников. Могут просто не выйти. Более тысяч многоквартирных домов в регионе нуждаются в капитальном ремонте. Спецпрограмма по восстановлению зданий проваливается вот уже много лет подряд. В краткосрочном плане на 2020 год в Саратове числится 655 домов, которые подлежат ремонту. На эти цели необходимо 700 с лишним миллионов рублей. Директор фонда капремонта Вера Прохорова тоже ездила в Волгоград в поисках варягов. Но сейчас она утверждает, что с фондом работает более сотни организаций. А основные трудности создают управляющие компании. Самый трудный вид работ для подрядных организаций – это капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Иногда мы приходим и лица, осуществляющие управление многоквартирными домами или управляющие компанией, ТСЖ, не готовы к проведению капремонта. Это и захламленные чердачные помещения, это затопленные подвальные помещения, необработанные подвальные помещения. Соответственно, все это удлиняет срок производства и договорных отношений, которые существуют между фондом и подрядными организациями. И, соответственно, подрядчики уже с насторожностью смотрят на такие виды работ. В аукционе на ремонт кровли дома номер один по больничному проезду в заводском районе приняла участие одна компания. Договор на проектно-сметную документацию и ремонт был заключен с подрядной организацией ООО «ФКС». Отсутствие конкуренции представители подрядчика тоже видят в плохом взаимодействии с управляющими организациями. По моему опыту, по моему мнению, почему не идут, это в связи с плохим взаимодействием с управляющими компаниями. То есть очень часто бывает такое, что ты приходишь на адрес, принимать строительную площадку, а принять ее не можешь. Другая причина – это после ремонта обслуживания этих крыш. То есть управляющие компании либо их вообще не обслуживают, либо обслуживают, но очень яростно. И тогда, после уже весенний период, когда мы объезжаем, уже видны повреждения на покрытии. И, соответственно, в дождь это проливает людей, и мы уходим в суд, потому что считают, что это некачественный ремонт крыш. Востребованность наших подрядчиков есть и в других регионах. Об этом говорит один из местных представителей. Очень часто звонит Москва, Белоруссия звонит. Есть в регионах, зовут, работают. Работы хватает в Саратове, в Саратовском регионе. Предлагали, есть предложения в другие регионы, но в другие регионы – это и качество. Здесь мы находимся на месте, мы следим за качеством. Каждый день находимся на объектах, а в регионах это даже сложновато. В развитых регионах и странах лоббируют интересные местные производители. По мнению саратовского предпринимателя, это и есть грамотная политика. Это просто потому, что налоги остаются все здесь, очевидно. Остаются в виде зарплат, в виде налога на прибыль, в виде многих других вещей, подоходного налога и так далее. То есть эти вещи остаются здесь. Поэтому, конечно, инициирование местных предпринимателей к выполнению городских подрядов – это абсолютно важная составляющая. И, конечно, все должны к этому стремиться. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подавит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин